В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. В Черкесии ночью кратковременный дождь и днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. В Ингушетии в городе Магаз прошел Всероссийский чемпионат по джиу-джитсу. Нашу республику на этих соревнованиях представлял единственный спортсмен Мурат Коготов, который привез сразу две золотые медали. И сегодня чемпион, гость нашей программы, с ним встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Мурат. Рада тебя вновь видеть у нас в гостях. И опять у тебя победы. И не одна победа, а две золотые медали на чемпионате России, который прошел на Ингушетии в Магазе. Конечно, хочется узнать, как все прошло. И причем, насколько я знаю, это были соревнования по джиу-джитсу. Да. Ты же вроде занимаешься боями без правил. Нет, я уже джиу-джитсу занимаюсь как бы. Уже третий год перешел в этот вид спорта. Мне нравится и выступаю. Пока неплохо получается. Расскажи, как все прошло в Магазе. В Магазе все прошло очень хорошо. Как видите, получилось две золота занять. Правда, трудно было. Большой перерыв. Больше полгода не выступал. В финальной схватке, можно сказать, очень такой конкурентный соперник был. В Чечне он знал мои приемы, коронные приемы даже. По передачам он посмотрел, по ютубу, говорит, все изучил. И все равно получилось свой коронный прием провести. И выиграл явным преимуществом. А ты не смотрел его бои? Нет, я не смотрел. Я не люблю смотреть, потому что, ну... Так я не смотрелся за всеми соперниками, с кем я борюсь. Какие регионы были представлены на этом чемпионате? Можно сказать, очень много регионов. В нашей России со всей России участники были. Около двух тысяч участников там было. Кто, кроме тебя, представлял Карачаево-Черкесию? Карачаево-Черкесию в этот раз только я один представлял. Больше никто не поехал, кроме меня. Ну и хорошо, потому что ты за всех привез две золотые медали. Сейчас куда готовишься? Вот ты сказал о том, что ты делал большой перерыв. Но я знаю, что ты сейчас на другие соревнования собираешься. Да, сейчас у нас самые основные соревнования в ноябре будут чемпионат мира. Вот будем готовиться на чемпионат мира. Где будут проходить? Сейчас будет проходить чемпионат мира в Москве. В Москве будем выступать. По джиу-джитсу? По джиу-джитсу, да. Я желаю новых побед тебе и еще раз поздравляю с двумя золотыми медалями. Спасибо тебе большое. Успехов в спорте. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы «Ногайская редакция» в 14.30 в «Вести» Крачаева-Черкесия с Алладинаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Продолжение следует...